Войный эксперт Михаил Притула присоединяется к нашему эфиру. Михаил Михайлович, рады приветствовать. Здравствуйте. Приветствую вас. Михаил Михайлович, что за история с Ми-8 якобы уничтоженным? Хотя, судя по кадрам, которые появились и есть в открытом доступе, он был уничтожен, ну или непригоден к использованию, еще до того, как в него некий дрон врезался. Ну, во-первых, дрона я там не увидел, реально. Просмотрел кадры, сделал раскадровку, но нету дрона. Что можно сказать? Ну, заложили туда взрывчатку, принесли пару канистр солярки, ну и взорвали. Все очень простенькое такое, знаете, ИПСО получилось. То есть, я просто, вот единственный вопрос, который мне непонятен, а сколько они денег с Москвы взяли за вот то, что они сделали этот информационный пункт? Они же, наверное, взяли по полной программе, получилось такси. Без боекомплекта, ну, хотя бы туда пару нурсов положили, для того, чтобы этот фейерверк был. А тут, знаете, взяли вертолет, который стоит без окон, без дверей, заложили туда пару килограмм тротила, взорвали. Ну, что это такое? Ну, кто так делает? Даже не смешно. Ерунда полная. Но, вот кому следует напрячься от этого видео, так это жителям Приднестрого. Потому что просто так, вот такие провокации не делают. Вообще никогда. То есть, они говорят о том, что их готовят к мобилизации. Их хотят отмобилизовать, их пугают для того, чтобы отмобилизовать это население, которое там жило 35, ну, 30 лет уже без войны. Выросло целое поколение. Россия им была нужна, пока она их финансировала. Ну, а сейчас, когда она говорит, вот мы вас финансировали, идите умирать. Ну, как бы Россия уже не очень нужна. Потому что, ну, как бы, зачем им умирать? Им хочется жить. Поэтому, естественно, что Террасполь будет искать возможность сохранения своих позиций определенных. Будет идти на переговоры. И, с одной стороны, с другой стороны, он будет побаиваться, как бы, России. Будет делать вид, что он выполняет команду. Вот, как с этим вертолетом. Команду, как бы, выполнили, но дурацкий. Вот, просто очень по-дурацки. Ну, как могли, так выполнили. Естественно, что можно сказать. Знаете, Михаил Михайлович, вот, забыть не могу, как буквально две недели назад мы с вами, вот, в этом же составе обсуждали то, как Российская Федерация будет раскачивать лодку на территории, так называемой, Приднестровской Молдавской Республики. Вот подтверждение вашего анализа. Все верно. Следующий вопрос тогда выплывает из предыдущего. Вот подобные инциденты, назовем их так, они будут продолжаться и далее, к этому тоже надо быть готовыми? Ну, конечно, они будут продолжать. То есть, Москва будет давать команды, потому что им нужно давать команды, там сидят на зарплате люди. У них там птичка есть такая, да, вот графы. Дали команду Приднестровья провести ИПСО, какую-то провокацию, сделать информповую. Приднестровье отчитались, деньги списали. Вот, все, как бы, банально, просто. Тут не надо ничего думать. Деньги списали. Ну, как получилось, так получилось. Средства массовой информации тоже деньги получили. То есть, все, как бы, отработали ситуацию. Все довольны. То, что результат нулевой. Ну, вот нулевой. Ну, мы можем с вами, как бы, даже постебаться над этим, потому что, вот, все заработали денег, все довольны. Вот, а молдаване должны, вот, жители Приднестровья должны напрячься, потому что вот этот вот, такие события, которые будут им формповоды создавать, они будут направлены на то, чтобы какой-то, на то, что в какой-то момент времени придет с Москвы команда их всех отмобилизовать, построить и отпустить бой на Украину. Вот так против Украину. Вот так это будет. Вот, что они с них пытаются сделать. Или пустить против Молдавии. Ну, понятно, что если там у них мобилизационный потенциал где-то 30 тысяч, то вот эти 30 тысяч, они просто погибнут и все. Вот на этом все. Скажите, пожалуйста, в Молдове есть четкое понимание того, что Россия подрывает сейчас ситуацию? Ну, я отталкиваюсь, например, от сообщения, которое буквально сегодня появилось и касается сегодняшних событий. 19 марта МИД Молдова объявил сотрудника посольства России персоной нон-грата из-за организации псевдовыборов президента РФ на территории Приднестровского региона. И это несмотря на то, что Кишинев, естественно, был совершенно против подобного развития событий. Имеется в виду организации псевдовыборов? Ну, я думаю, что вот в данной ситуации, вот конкретно вот в этой ситуации, понимает не только Кишинев, что так происходит. Понимает эти распы. И вот те люди, которые организовывали вот этот взрыв вертолета с помощью там, наверное, мины какой-то, вот они тоже понимают, что Москва делает. И они менее всех хотят быть участниками этого торжества, потому что именно их Москва пустит первыми в бой. И они все видят, что у них нет той цензуры, которая есть в России. У них есть доступ к интернету, потому что технически невозможно ограничить их доступ. У них у всех есть там молдавские, румынские паспорта. Ну, зачем им эта война? И они понимают, к чему толкает их Москва. Поэтому они будут просто вот делать, знаете, вид и все, и не более того. Будут делать вид, что они слушаются. И пока финансирование идет, будут пополнять что-то. Финансирование окончится, они пойдут на переговоры с Кишиневым о том, чтобы как-то реинтегрировать Приднестровье в Молдавию. С сохранением определенных там гарантий для тех людей, которые там работают, которые сейчас являются служащими Москвы. Когда это будет? Ну, по мере ослабления Москвы, вот это все будет прескать. Естественно, что Москва мечтает о создании, точнее Путин мечтает о создании СССР 2.0. Наверное, он мечтает, что Приднестровье будет завоевывать Молдову или еще что-то в этом роде. Фантазии, знаете, даст и фантастишь, бывает. А вот финансирование, давайте это назовем преднестровским вопросом. Насколько это важный, актуальный сейчас момент для Кремля? Ну, что я имею в виду? Насколько важно сейчас дестабилизировать ситуацию именно в этом регионе? Это одна из основных задач для Путина, для путинских башен, так называемых и так далее? Или же это один из вопросов, на которые сейчас Путин делает ставку? Ну, я бы не сказал, что это Путин даже делает ставку. У него есть штабы, которые сидят, рисуют там фантастические сценарии. Да, люди получают зарплату, рисуют какие-то фантастические проекты, и они могут нарисовать именно то, что, ну, как бы, вот, глядя на карту, что можно нарисовать. Что они, скорее всего, рисуют? Они, скорее всего, под мобилизацию в России, то есть большую мобилизацию, которая может начаться где-то в середине мая, где-то после 9 мая, после того, как будет большое там, большое победобесие очередное. После этого они на волне всеобщего патриотического подъема в России будут стараться сделать большую мобилизацию. Оканчивается зимний сезон ношения военных форм и одежды, начинается летний, выдавать шапки, ушанки, валенки и все прочее не надо, надо выдавать просто вещмешок, автомат, три рожка и, в общем-то, хэбэ и вперед. Вперед в бой. То есть минимальные затраты, минимальные усилия, минимум топлива, не надо гореть армию, вот они под это все готовят. Ну, естественно, если им удастся раскачать ситуацию в Приднестровье, то они будут думать, что будут наступать уже с Беларуси. Под Беларусью вот они уже там готовят какие-то раскачки ситуации. И будут пытаться наступать на Украину с севера и юга. Это если им удастся раскачать ситуацию в Приднестровье. Если не удастся, ну, значит, они этого делать не любят. Поэтому Приднестровье на сегодняшний день, ну, в общем-то, является ключевым фактором для них. И если там люди не захотят воевать, ну, значит, они останутся жить, будет у них все хорошо, будут иметь там румынские, молдавские паспорта, ездить по Европе и будут прекрасно себя чувствовать вдалеке от Москвы. Если же Москве придется раскачать им там ситуацию, то они пойдут, ну, первой волной гибнуть, прорезая коридор через запад Украины для того, чтобы отрезать ее от поставок руль. Ну, вот то, что планируют Москве. Ну, опять же, планы и реализация – это две большие разницы, как говорится. Вот будем смотреть, что будет происходить на 9 мая, вот это победобисие все, и как они будут пытаться разыграть карту с тем, что, вставая, страна огромная, надо с кем-то идти воевать. Ну, я не думаю, что будут все хотеть это делать. Ну, как бы, будем смотреть. Михаил Михайлович, как вы считаете, а конфронтация или прямая конфронтация, противостояние со странами-членами НАТО является приоритетным направлением для российских оккупантов, российской армии? Ну, опять же, смотря, кто там сидит и какое финансирование на это выделяется. Я просто к чему спрашиваю. В контексте заявлений, которые делают довольно образованные люди, никакого отношения не имеющие к Российской Федерации, среди которых, в частности, президент Польши Андрей Дуда, он и ряд других европейских лидеров назвали 26-й год годом возможного столкновения, прямого столкновения между странами-членами Североатлантического Альянса и России. Я могу их расстроить. Я думаю, что если пойдет Путин на конфронтацию, он пойдет в этом году. Он пойдет на конфронтацию в этом году, он не будет ждать ослабления России, он не будет ждать ослабления своей власти. Он для того, чтобы поднять свою власть, он может пойти где-то в августе месяце. То есть у него будет такое окно возможностей, использует он ее или нет, я не знаю. Ну, пока прогнозы сбываются. К сожалению, сбываются. Поэтому, если он и пойдет, он пойдет где-то в начале второй декады августа. Запад готов к этому? Что-что? Запад к этому готов? Ну, учитывая, что Запад сейчас проводит массовые учения, потому что решается вопрос о выдаче оружия большего вооружения, то Запад это тоже понимает и как бы готовится. Ну, я думаю, что вот слова Дуды о том, что это будет 26-й год, это, наверное, скорее успокоение населения. Потому что, ну, Путина просто нет, Путина нет возможности до 26-го года ждать. Он, если будет что-то делать, он будет делать сейчас для того, чтобы удержать свою власть. Потому что выборы, как бы, вещь такая, за чего уже проголосовали и через месяц расстреляли. Совершенно ничего не значит. Поэтому Путин, зная опыт своих предшественников, он будет стараться раскачивать ситуацию сразу, сейчас. Вот, как бы, такая ситуация, к этому надо быть готовым. И, судя по, вот, Рамштайн, который был сегодня, на Западе это понимают. Понимают и прекрасно готовятся, и ведут учения по этому. То есть все это происходит именно в этом ракурсе. Михаил Михайлович, спасибо большое. Спасибо за оценку ситуации. Михаил Притула, военный эксперт, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим вас. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.